Новые тарифы на коммунальные услуги начали действовать в Павлодарской области с 1 февраля. Вода подорожала с 58 до 72 тенге, электроэнергия с 12 до 14, тепло в Экибастузе стало дороже на 41%. Заявки монополистов на повышение стоимости ком-услуг продолжают поступать в региональный департамент по регулированию естественных монополий. Специалисты говорят, что новая тарифная политика позволит Казахстану выйти из энергетического кризиса. Этому будет способствовать госпрограмма «Тариф в обмен на инвестиции». Меры направлены на обновление коммунальной инфраструктуры за счет частных компаний. Экибастуз – город, переживший коммунальный коллапс. Прошлогодние аварии показали, насколько изношены там теплосети. На пределе возможности в ту холодную зиму сработала и городская энергосистема. Ситуация вынудила правительство, местные власти и монополистов принять срочные меры. На модернизацию экибастузской ТЭЦ и городской системы теплоснабжения выделили почти 11 миллиардов тенге. В рабочее состояние привели все котлы на теплоэлектроцентрале и обновили 75 километров тепловых сетей. С того миллиарда, который у нас имеется в тарифе, мы должны понимать, что нам его не хватит. И самый основной вопрос, тут нужна такая же поддержка, которая была у нас на начало отопительного сезона, то есть в ремонтную компанию 23-24, такая же поддержка нужна на ремонтную компанию 24-25, чтобы мы без перебоя нашли штатно, так как проходим ее сейчас. Деньги с повышенных тарифов монополист получит только к концу этого года. К этому времени начнется очередной отопительный сезон, а ему всегда предшествует ремонтная компания. Поэтому государственную поддержку предприятие просит продолжить уже сегодня. Ветеран теплоэнергетики Сергей Соколов убежден, что одним повышением тарифа тяжелое положение в коммунальном хозяйстве не исправить. Содержание только экибастузской ТЭЦ обходится в 14 миллиардов тенге. Очень большие производственные затраты несет главное котельное города. С 1 февраля начал действовать новый тариф. Мы имеем около 50 тысяч потребителей в городе экибастузи. И вот если все они аккуратно нам заплатят при 100% собираемости, мы будем иметь с города порядка только чуть-чуть больше 7 миллиардов тенге. То есть ровно половину денег ТЭЦ не хватает. Взять ей неоткуда эти деньги. Поэтому эти вопросы нужно срочной формой решать государству. В Павловской области реализуется несколько инвестиционных проектов. В обновлении изношенных тепловых и электросетей, канализации и водопроводов монополисты планируют инвестировать почти 30 миллиардов тенге. Около треть этих денег должны вернуться за счет повышенных тарифов. Теперь на тариф, который ранее действовал, наложена дополнительная надбавка в размере 2 миллиардов тенге. Это затраты на то, что является самым основным и необходимым. Цена на уголь у нас выросла на 50% с 2022 года. С 2000 тенге до 3000 тенге. Электричество выросло. А еще надо было поднять зарплату рабочим. В этом году в Павловской области на 24% стали дороже услуги центрального водоснабжения. В обмен на новый тариф монополист заменит большой участок магистрального водопровода. И таких примеров в регионе достаточно. Заявки на повышение тарифов от коммунальных предприятий с изношенной инфраструктурой в антимонопольный орган еще поступают. Ербулайшев, Давид Кошхарбаев, Марат Игликов. Из Павлодарской области. 24 КИЗ.